Масштабная районная эстафета «Салют Победе» была создана в прошлом году в преддверии празднования 70-летия Победы. В рамках нее во всех уголках Одинцовского района прошли памятные митинги, акции и различные мероприятия патриотической направленности. Исполняющий обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова поприветствовал собравшихся от имени главы района Андрея Иванова. Обращаясь к фронтовикам и участникам Великой Отечественной войны, жителям района, она заметила, что за год проведения эстафеты в районе прошло 700 мероприятий, в них приняли участие 70 тысяч человек. Внимание и забота – самое главное направление второго этапа. В Одинцовском районе проживает 500 фронтовиков, которые нуждаются в этом. Это будет специальная праздничная программа новогодние поздравления нашим фронтовикам от главы нашего района. Это будут концерты от детей, от наших, на дому каждому ветерану. А кто сможет прийти, пожалуйста, в наши школы и садики. Это будет и с патриархией разработана программа, праздники и на Пасху, и на Рождество. Специальные вот такие программы. Поэтому каждый ветеран у нас будет во внимании и в заботе. На митинге, посвященном второму этапу эстафеты, презентовали ее символы, точная копия знамени, водруженного советскими воинами над Рейхстагом, трехлинейная винтовка Мосина с набором патронов и армейская каска. Председатель Совета ветеранов ракетных войск стратегического назначения генерал-майор Виктор Прокопение поблагодарил главу района за проведение эстафеты, которая стала традиционной. Великая Отечественная война. Война, которая принесла мир во всем мире, свободу всем народам. И ветераны Великой Отечественной войны благодарны администрации, лично главе Одинцовского муниципального района Иванову за то, что ветераны Великой Отечественной войны не были забыты. После торжественного митинга ветеранов и всех желающих ждала увлекательная экскурсия в Парк Патриот, где школьники и студенты смогли прикоснуться к истории и посмотреть на технику военного времени, а фронтовики вспомнить суровые годы войны. На входе ветеранов встречали ребята из военно-патриотического клуба с показательными выступлениями. Для меня очень важно, чтобы и мое поколение, и поколение, которое останется после, меня всегда помнило о героях, которые сложили свои головы за то, что мы сейчас свободно жили. У меня мечта в жизни – стать генералом. Я буду стремиться к ней до последнего идти. Я очень рад, что удается поучаствовать в таких мероприятиях. Первое – это патриотизм, любовь к родине. Мы должны и обязаны долгом своим предкам. За то, что дедушки и все мужчины отдали жизнь для нашу страну. За то, что мы сейчас в ней живем. Администрация Кубинки приготовила для гостей полевую кухню. Ветераны читали стихи, обменивались впечатлениями и строили планы на будущее. Эстафета «Салют Победе» – уникальный патриотический проект, способный помочь молодому поколению прикоснуться к истории, а фронтовикам, которых осталось очень мало, обеспечить спокойное будущее. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Отенцова».